Понимаете, Координационный совет оппозиции и в принципе вот эта уличная оппозиция, они имеют те же самые проблемы, что и обычные политические партии. Потому что просто так вот на воздухе ни из чего мероприятия не сделаешь. Во-первых, это и оплата проезда, и питание, и затраты на агитационную составляющую, и растраты на непосредственно оформление, на антураж самого мероприятия. То есть, конечно, финансы, поиск финансов, это оргвопросы одни из важнейших. В деятельности любой структуры формальная оппозиция, неформальная оппозиция, не важно. Что касается их деятельности, они работают в соответствии, собственно говоря, с законом. Здесь нельзя сказать, что что-то передергивают или как-то реакционно пытаются выпятиться, чтобы о них больше говорили какими-то нетрадиционными методами. Они работают в соответствии с традициями любой политической партии. Что касается их активности, активность, ну вы знаете, ведь у них нет созданных структур, постоянно действующих по всем регионам страны. А, соответственно, провести одно мероприятие, допустим, раз в квартал, ну я думаю, что это тот для них и минимум, и максимум, на который сегодня они способны. Потому что, чтобы постоянно, каждый божий день работать в формате, как работает, допустим, та же политическая структура ЛДПР, которую я представляю, нужно достаточно серьезную, разветвленную структуру по всей стране. Региональные штаб-квартиры, активисты, причем на штатной основе закрепленные за заработную плату, осуществляющую деятельность. Иначе работы и пропаганды ежедневной не будет. Поэтому сегодня они готовы на то, на то, что у них хватает и силы, возможностей, и порт актива своего, и желания донести что-то людям. То есть, чего-то большего ждать, я думаю, вряд ли, учитывая ужесточение по законодательству, по многим позициям сегодня как бы не так уже вольготно и привольно чувствовать себя, допустим, людям, которые желают больше анархии в данном вопросе. Поэтому, безусловно, в рамках закона они будут осуществлять свою деятельность вот именно так, как они уже ее и проводили. То есть, массовые мероприятия, лозунги, которые были озвучены, там, свободу политзаключенным, значит, честные выборы. Ну, честные выборы. Если взять ту риторику и те лозунги, о чем сегодня говорит уличная оппозиция, извините, за 20 лет уже с лишним существования, за 23 года существования ЛДПР, мы говорим то же самое каждый божий день, не только в стенах Государственной Думы, но и на наших митингах. Поэтому избиратели, они могут быть очарованы новизной. Новые лидеры, новые голоса, новая трансформация каких-то лозунгов в другом идеологическом формате. Но оппозиция думская, оппозиция парламентская об этом говорит уже 20 с лишним лет. Нас почему-то как бы вот не совсем слушают. Но мы говорим иногда даже бывает и жестче. Продолжение следует...